такой нажать кнопку я выехал сломала всю мою жизнь это моя мечта перекись нужна и бинты черная плетеная дверь хорошо сейчас секундочку буду учетом за заказ у тебя первый прилетел расскажи первый заказ у меня значит нужно взять два документа две стопочки отвести сначала на маяковской а потом на петроградку сколько за это платит по карте 268 рублей это считается как легкий или тяжелый заказ когда вот такие типа документы или какая-то бумага нет это легко положил в рюкзак доехал отнесся без каких-то либо проблем я не могу найти место куда мне заходить и сейчас девушка спустится и покажет мне что делать часто такое бывает что типа не прям непонятно куда идти что что брать очень часто заказах не указана организация куда именно идти приходится вызванивать и вот как сейчас по несколько раз чтобы найти куда идти сейчас подпись вашим пальчиком просто замечательно ты несешь какую-то ответственность вообще за вещи но изначально просто скачиваешь приложение и диспетчер ну там вносишь данный там паспорт и немец нилс банковские визиты и потом тебе просто диспетчер звонит проверяя тебя на адекватность она говорит что вам нужно сделать чтобы начать заказ такой нажать кнопку ли выехал вот и ну в общем такие банальные вопросы и в принципе берут всех и каждого но слушай вот так вот если например ты взял какой-то заказ например там ну компьютер да и вот просто забрал себе вот ну что тебя будет искать или там какое наказание наказание административное это воровство потому что у них есть документы все твои и вообще понятия найду спокойно у тебя никогда не было желание что его взять взять там или слушай сегодня заказ будет с шахматами мы идем сейчас на него там мне дадут 7000 я потом должен ну там часть перевести клиенту то есть тебе сейчас дадут на ли прямо то есть в достовисти курьеру могут давать прямо наличку чтобы он их типа отдавал правильно офигеть просто вот люди не боятся сколько ты примерно так вот в месяц получаешь денег достовисти свободном графике тысяч на пять чем ты параллельно еще занимаешься сейчас я учусь а так я работал фотографом в аквапарке еще у меня есть небольшая подработка в ржд надеюсь это надо вырезать там немножко все нелегально с кем ты живешь как ты как ты живешь грубо говоря эти пять тысяч достовисти еще 30 где-то живу отлично живу с женой я жена мы с ней живем в отдельной квартире ты учишься сейчас или закончил пятый курс у меня этот гумырф это тут морского речного флота университет думаешь дальше по специальности или ты нет ну возможно я пойду в магистратуру а на кого ты учишься портовая техника электромеханика ну то есть работа в порту перегрузка погрузка эти контейнеры там ну да ты ты в роли кого будешь работать я сам на сейчас не понимаю я он четыре года отучился на очкин потом отчислился вот сейчас решил закончить прикольно да то есть ты учишься четыре года и типа блин а на кого я учусь чем я буду заниматься дальше хрен знает именно поэтому вот и я достовист его как родители и жена относятся к тому что ты работаешь достовисти если честно вообще все относятся к этому плохо родители говорят что тебе рома 23 года что-то вообще делаешь иди найди себе нормальную работу устройством куда-нибудь в офис или не знаю иди работать ну так а что ты реально не можешь пойти куда-нибудь устроиться в офис или другую работу в чем проблема самая основная проблема я думаю она у всех особенно у парней это армия я вот очень всегда пытался отстраниться от армии как-то вот пошел на заочку в университете чтобы у меня была отсрочка как бы вот так вот армия вообще мешает и сломала всю мою жизнь если честно так что здравия желаю подполковник рыжопников здрасте жалоба поступила не на вас это я так она болевшим почему автомобиль такой страны хочу же в нем странного новый закон что ли не слышали начиная с этого года все автомобили должны быть оборудованы как из игры cross out массовое заражение охватил онлайн action cross out захватывающий сюжетный режим получил новые миссии одолей сам или с друзьями боссов в колизее пройди компанию раскроет тайны пустоши и получи уникальные награды собери тачку из старого хлама и новых технологий на весь миниган и огнеметы лазеры и гранатометы всю тачку гранатометами обвешать участвуй в сражении с другими игроками или клановых битвах зарабатывай награды и выбивай ресурсы из слабых противников трать награбленное на прокачку или покупку новых машин они нужны детали и оружие продавай на рынке другим игрокам просто открой карту мира и отправляйся на бой или на миссию братишка качай cross out бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы давай переходи и качай дружище наличные я конечно через сбербанк онлайн было бы лучше но и так сойдет на первый раз прощаю у меня сегодня праздник жена родила собаку самая жесткая проблема в достовистие это то что непонятно куда идти вот всегда можно сказать всегда непонятно куда идти написано дом 136 4 проходная зашли на какую-то проходную нам девушка такая идите 50 метров направо мы пришли что-то мусорка отлично туки-туки курьеры и вот забираю посылку и не смотрел а может просто здравствуйте прошел через проходную куда идти дальше смотрите сейчас такая ситуация в принципе девушка знает что я ее жду мы нажимаем в приложении я на месте и здесь идет первые 15 минут бесплатный потом каждые 15 минут по 50 рублей типа платное ожидание для такси как такси вы сколько реально ты максимально ждал человека полтора часа я сидел в пункте где выдают какие-то детали девушка привет я подпись ваш под пальчиком это первый раз когда я доставляю шахматы в общем сейчас подведем небольшой такой подсчетик за два заказа это с документами с этими шахматами я получу 600 ну где-то 600 рублей это там с вычетом на проезд ну 600 рублей за два заказа это ну вполне адекватные я тебе хочу сказать что незапарная работа ну вот опять пришлось звонить непонятно куда идти сказали эти варку в конец дом это моя мечта шахматы ваша мечта я хорошо играл шахматы я организации первое место занимался так что вот у меня такая история спасибо вам большое всего доброго сейчас нужно мне дали 7000 то есть это за сами шахматы за доставку мне сейчас нужно пойти в сбербанк положить деньги на карту клиента и сфоткать чек все и будет заказа как я сейчас себе на карту сейчас я переведу клиенту деньги и мы закроем этот заказ с шахматами вот есть один заказ можно его выполнить до 10 килограмм с выкупом что значит с выкупом это короче ты со свои деньги покупаешь какой-то товар несешь его клиенту и он тебе клиенте это дает вода оплачивает стоимость товара и получается за доставку заказ по сути вообще простой нести недалеко сколько там пройти на 500 метров сколько платит 500 за 500 метров а что что в самой доставки что нужно доставить нужно купить унитаз короче там какой-то керамические и типа отнеси его но нести недалеко до институт соседний дом короче унитаз взяли сейчас пойдем его доставлять капец первый раз такой в общем нести тут перед 200 метров вот до этого здания вот этот дом я понял как тяжело тяжелый но я думаю донесу ой зеленый как это пиздец на всю руку сожжет и по на же это сильно аккуратнее 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 уже стекает пойдем быстрее в аптеку сейчас замотаем просто бинтом как ты сам я не знаю у меня чё-то блять она очень сильно порезала не переживай сейчас мы там прямо отрезала нет обе отрезала там на 3 ты увидишь по месту пасек вопроса поезд все здрасте мне нужно перекись нужна и бинты ебать все в крови смотрите ну че так-то что-то не принес такое себе как палец ну он немножко так посинел но и будем надеяться что все хорошо просто я ну это я резался ну просто резался а тут прям такой он косой порез прям ну кожу короче сняла ага и выглядело это не очень а еще я вот вспомнил про унитаз что с заказом что ты будешь делать то есть нужно подожди я немножко в шоке я хочу что делать и как делать я чё тебе предлагаю поехали в больницу в любом случае потому что ну то что мы сейчас обработали это но этого мало нужно чтобы хороший человек посмотрел хороший врач поэтому погнали в больницу вот там уже и знаете нужно будет обработать если что зашли но в любом случае это лучше чем типа ты всю ночь будешь с таким пальцем ну смотрите мы позвонили диспетчера ну в общем сказали все что произошло сказали что мы едем в больницу что у меня травма они такие все 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 хорошо ты скинул фотки да я фотографии просто им отослал мне сказали типа там типа заказ мы передадим другому работнику вот но возместить вот этот унитаз нужно мне ну понятно ну как бы да ром назови три плюса и три минуса в работе в достависте первый плюс безусловно это свободный график второй плюс большое количество заказов то есть без работы типа не останется да если захочешь заработать то пойдешь сколько вот реально может заработать за сутки в достависте ну если работать прямо на ну часов часов 12 то две-три тысячи я думаю можно сделать ну то есть если без плюс заказа еще не такие сложные да ну кроме доставки унитаза да да доставка унитазов обошлась нам боком вот и третий плюс поддержка всегда отвечают быстро во время и то есть разруливают ситуацию значит какие минусы расстояние от допустим метро до адреса и яндекс иногда ну неправильно рассчитывает он как будто в прямой линии просто ставит то есть он дороги там второй минус это это когда ты вот берешь какую-то посылку допустим вот как сегодня мы коробку брали я ну есть такие упаковки которые просто нельзя распаковать и то есть я не могу знать что там как там может быть это какое-нибудь запретное вещество я переношу вот и в этом состоит тоже какая-то боязнь какую-то подставу сделать ну да сейчас много всего такого ну и третий минус он такой как бы для себя вот это непрестижная работа считается то есть курьер там что-то бегаешь доставляешь это не очень как бы котируется в нашем обществе нужно быть программистом или врачом в общем ребят знаешь ром вот такой получился выпуск я вообще в шоке что сегодня произошло вот казалось бы да последний заказ мы уже сделали практически все и тут вот эту тему санитазом конечно немножко подбила тем более тебе нужно возмещать эти бабки я подумал что поскольку так произошло я я возмещу тебе эти деньги и еще чуть-чуть дам сверху держать тебе спасибо оплачу коммунальные услуги коммунальные услуги в общем друзья давайте если мы наберем 20 тысяч лайков то я для ромы попытаюсь найти новую работу более престижную более высокооплачиваемую поэтому если вам интересно давайте 20 тысяч лайков и в одном из следующих роликов ром ну мы реально попытаемся и подберем тебе какую-нибудь крутую работу что ты сам по этому поводу ты думаешь я думаю это очень хорошо потому что ну если через какие-то связи вот так вот найти такую работу как вот в прошлый был выпуск у парня то есть совершенно не связанная работа он бы такую никогда не нашел в общем ну супер ладно здоровья тебе поправляйся ребят пишите кем мне еще поработать каких мне службах там может каких-то еще доставках напишите в комментариях и ну что до новых встреч вот такой вот получился выпуск и и и и и и